История о том, как я стала ведущей на телеке, а именно на TNT Music в рубрике K-Pop Time Всем хай, с вами Лиса Да, сперва Лиса Авеми стала певицей, потом моделью, а теперь ведущей Но обо всем по порядку Всем хай Да, я стала телеведущей Да, для меня это не меньше шок, чем скорее всего сейчас он происходит у вас И какой телеведущий? Не просто Что-то там вести, чем-то там рассказывать А я стала ведущей шоу про K-Pop На ваших экранах стартует K-Pop-блог Блин, на самом деле мне достаточно тяжело снимать это видео Потому что мне странно, я сама до конца не осознаю, что это произошло В общем, в один прекрасный день Мне предлагают стать ведущей А я такая, ну я как всегда хотела быть ведущей Я буквально училась на журналиста Образование, факультет журналистики МГО Всем хай, такой говорит Ага, вышка Я подумала, и решила, ну звучит как будто бы прикольно Но зная себя, я человек такой достаточно дотошный Как бы это странно не звучало Человек, которому очень важно, если за что-то берется Доводить это максимум до самого мега лютого классного предела У нас так происходит с бьюти-боксами У нас так происходило с моделингом Да, в общем, все, что я беру, мне нужно, чтобы было идеально А тут уж тем более такая тема, как K-Pop Я давным-давно увлекаюсь K-Pop-ом Я даже не знаю, как это все объяснять Мне слишком много эмоций Я согласилась Честно, было очень страшно Ну, реально было страшно Потому что не столько мне придется работать с камерой Я с камерой буквально прямо сейчас работаю А потому что это большая ответственность Чтобы все было хорошо Чтобы K-Pop-фандом был доволен Что очень важно Чтобы я была довольна И чтобы все подать очень красиво Понимая то, что целевая аудитория у нас сейчас будет очень широкая И огромное количество людей в целом Которые все это будут видеть по телеку, блин Они не знакомы с K-Pop-ом Или изначально к нему плохо относятся И моя задача была сделать это все Ну, хотя бы постараться сделать это максимально красиво Максимально классно И максимально нейтрально Так, чтобы не вызвать у людей негативных эмоций Достаточно трудно Учитывая, что я люблю байтить людей на негативные эмоции Но это не в этом видео Сейчас я покажу вам, как все происходило День первый, собираемся Всем хай Я только что проснулась Время очень рано И не потому что будильник стоял А потому что, знаете, иногда так бывает Когда тебе нужно куда-то просыпаться достаточно рано Твои какие-то другие будильники И все, про вставать, про вставать И на самом деле еще пришел кот, который тоже начал меня будить Мазубная паста со вкусом чая И ролл грей На, кот На Ты хочешь есть? Ешь Ты сейчас поешь свою еду У них разный корм Корм в кошачьей философии означает жизнь А еще сегодня вышел Аль Хайтам Поэтому пользуясь случаем Прежде чем утро продолжится Надо его выбить Сколько там накоплено этих штук? Триста? Да Триста штук накоплено Давид дал важный комментарий Сказал, что накуплено Первая попытка не сказали, что была какой-то особо успешной Ладно, поехали дальше 80 круток было, да? Уже потрачено Нет Ясно Ну, ничего Дайте дядьку Дайте дядьку Ладно, хотя бы с ним ковех шел в баннере Не так обидно было бы Все, Давид, в молодости О, наконец-то, блин, дядька Всего лишь 160 круток Ну все, спасибо большое Он у меня есть Прежде чем я поеду на съемку Нужно подготовить несколько вещей Первое, это макияж Второе, несколько луков Третье, дождаться завтрака Потому что, само собой Да, готовить сама не буду Что такое Буду готовить сама? Нет, конечно, я не буду Сама готовить себе Но самая, конечно, проблема Это реально чего-то сделать с волосами Потому что после всей этой истории Если вы вдруг не знаете Да, мне все испортили Потом мне все восстановили Но собрали буквально из древних палок Ну, тут другому не скажешь Старые древние волосы Которые уже мертвее мертвого В длине которой тоже как будто вылетают Абсолютно везде И я реально просто не знаю Как мне с этим справиться Самое дурацкое во всей этой истории То, что даже как ты снимаешь дома Ты постоянно сюда видишь Что можешь там 10 миллионов раз Побрать прическу Да и в целом, когда я снимаю на свой канал У меня ощущают Пох, как я выгляжу, честно Я сейчас выгляжу вообще не лучшим образом Я типа дома у меня пофиг Но на телеке такое просто не пропустят Потому что там куча редакторов И нужно, чтобы все было классно А если ты сама классно не организуешь Скорее всего, тебе будут помогать Со съемочной командой А они не то, чтобы супер хорошо знают меня И не то, чтобы супер хорошо мне сделают Потому что у меня уже есть опыт Например, с Fashion Week Где модели сбрили брови и выдрали волосы Камера на телеке вообще не такая Камера на телефоне Или камера, не знаю, даже профессиональная Но, которая использует блогеры Короче, так много вопросов Так мало ответов И я даже вообще не знаю, какой задний фон будет Потому что сегодня у нас пилотный выпуск Мое задание было прийти на шоу В ярком каком-то образе Я изначально сказала, что макияж я свой никому не дам делать Я буду делать его только исключительно сама Потому что лучше, чем я сама себя Меня никто не накрасть И никто не может с вами поспорить Потому что все-таки битиллогер номер один в России На самом деле, вы знаете У меня было очень много событий О которых я всю жизнь мечтала Ну, там, выпустить свою косметику, начать Да, вот начало положено было Пройтись по подиуму А теперь, казалось бы Вот за всей этой чередой событий Я буду ведущей Если все сложится Кися, пожалуйста, нет Какой мои волосы От них вот так лучше не осталось Но тут прикол в том, что Образование у меня Журналиста Факультет журналистики МГУ Не знаю, что я показываю Что-то показывает Микс Поэтому, ну, для меня Это достаточно закономерная история Для меня, скорее, тут будет странно Если что-то не сложится Потому что, ну, это буквально Моя специализация И у меня есть огромное количество Оптоводники Синелай, мои шторы Ну, а то, что проект посвящен Кей-попу, естественно Мне кажется, здесь А кто ничего из отечественного Ютуба лучше подойдет, чем я? Никто Никто даже близко не стоит По тому уровню На котором я нахожусь В плане кей-попа и аниме Тут у меня нет конкурентов Бьюти, да, возможно Но, конечно, я все равно лучше Бьюти-блогер Ну, как бы, это просто факты Не, ну, я была в ЧСВшнице, как бы А что? Тут Лиса ЧСВ Лиса ЧСВшца Вообще-то, королев гиперпопа еще Вот все мои инстатусы Еще у меня косметрику клевый Но, знаете, пописить хайтеров Делаю святое тоже иногда Макияжик Короче, когда я сделала желтые волосы Но я знала, что так будет Кожа выглядит более розовая Поэтому я хочу все это Очень максимально нейтрализовать Чтобы она была как можно Менее пигментированная Именно в какой-то подтон Поэтому буду использовать Много осветляющих бас Достаточно, знаете, сероватых кремов Чтобы хоть как-то это сгладить Чтобы не было такого лютого контраста Особенно на профессиональной Съемочной камере Блин, что-то мне, конечно, конкретно Вообще брови не нравятся Как я сделала Возможно, я брови переделаю Потому что, в принципе, здесь Это все норм Какой-то странный, как будто у них цвет Хотя, с другой стороны Ну, как мне показалось Изначально должен идеально быть Типа желтые волосы Ну, ладно Возможно, придется сделать все На серые брови Зато они будут на камеру смотреть За черные Короче, вообще, жесть Не знаю, что делать с бровями Это проблема Все остальное, это понятно Я там от контуры добавлю цветов И лицо будет смотреться по-другому Но сейчас, короче, смысл, да Был такой, чтобы как-то Все нейтрализовать Чтобы с волосами было норм Но выглядит как будто бы плохо Еще мне кажется, что эти брови Вообще не сочетаются с этими тенями И вообще форма у них странная Ужас Ну, знаете, как это такое важное событие Ты пока пишь макияж Хорошо, что у меня хотя бы время Еще три часа есть до выхода Но это кошмар Ладно, я думаю, что брови решили О, заиграла моя песня только что Слушайте мои треки по ссылочке в описании Возможно, кто-то сейчас сидит и негодует Я поняла, что нужно объясниться Когда человек идет на камеру сниматься Там, фильм Или сериал Или что-то в этом роде Или просто в качестве ведущего на телек Нужно делать мега лютый макияж Если хочешь, чтобы он хоть как-то смотрелся И это очень сильно отличается от камеры телефона И уж тем более, там, типа, не знаю От камеры, которые ты используешь дома Там, в домашнем освещении Очень часто бывает так Что человек, который приходит на телек В жизни выглядит, ну, просто пугающе Даже на эту камеру я смотрю Это просто похоже на какую-то маску Причем, в общем, максимально неудачную Но в этом как бы и есть смысл О, у меня была еще история однажды Я ходила на какое-то ТВ-шоу Серьезное, типа, на Первый канал Угу Там была еще Гуара Витяся Ну, типа, по очереди приходили В какой-то момент пришла Гуар И когда я увидела Гуар в жизни Я охренела Я подумала, вы что, гораете? Она так плохо красится Такого быть не может Потому что у нее лицо было буквально черно-белое Ну, типа, я вам отвечаю У нее было очень белое лицо И очень черный Прям вот реально черный контринг Я еще смотрела тогда на это И думала, блин, типа Что вот это вот считается крутым визажистом? Да как так-то вообще возможно? И когда, знаете, шоу вышло Я просто охренела с того Что мой макияж на тот момент Смотрелся легким нюдиком Прям супер-мега легким А она смотрелась реально просто Ну, как, типа, девушку Которая есть контринг Это вообще не выглядело Как черно-белый макияж Хотя в жизни, я вам вообще Это было реально стрёмно Я вам честно говорю Я не привлечу Это реально было очень странно Ну, человек как бы работал уже с камерой Со всеми делами И знают Поэтому еще на том акте Я убедилась И поняла, насколько действительно Камера съедает макияж Поэтому да Вот так вот сейчас Я люто крашусь А в камере я буду легким нюдиком Спустя 100 часов стараний Ну, я же говорила Что в конечном итоге Все будет нормально Видите? И уже не так очевидно Что у меня здесь этого куча всего Кстати, здесь тень от контринга Но я это реально подсмотрела Прям четкий был контур У меня не было сглажено И я подумала, решила Ну, я повторю так же Посмотрим, когда будет смотреться на камере В крайнем случае Будет плохо смотреться Я просто растушую Ну, а теперь самый важный вопрос Это что надеть Мне сказали взять с собой несколько луков Я вообще не понимаю, что надевать Потому что сказали, что избегать Мрачных образов И я такая О, шип Я полночь смотрела пинтерест Во что вообще одевают айдулов Которые, типа Не в мрачной эстетике И я такая Более Ну, у меня вообще-таки одежды нету Ну, ланго искать Ну, это явно нам не подходит сегодня Чего здесь есть из немрачного Ну, не сказать, что выбора много В принципе, я думаю, что это мне не разрешат Это можно обязательно, блин, из Кореи Почему мне не разрешат здесь, говорю, в Корее Это нам не подойдет Макияж не подойдет Это оранжевое Я думаю, это не пропустят на телеке О, есть вот эта штука, кстати, из Кореи Наверное, она будет клево смотреться И актуальна сейчас Так, это мы возьмем Блин, вы знаете Достаточно тяжело немрачные одежды подобрать Я вам скажу вот что Я вспомнила, что у меня есть прям костюмки поперские Максимально Вот Вот в этом я буду Сто процентов в этом буду Кстати, сейчас скажу реально очень странную вещь Ну, вот именно для наших девушек Потому что Кореи носят колготки Типа, без колготок вообще тебя не поймут Поэтому колготки там must have Они даже, типа, знаете Вот, ну, когда тепло плюс, там, 20 градусов Они ходят в колготках У нас, конечно, найти человека в колготках Который вообще и в колготках на какое-то мероприятие пойдет Это прям вообще что-то из категории что Это кринж Но там нет, нет, все ходят в колготках Поэтому так как шоу корейское Я тоже надеваю свои корейские колготки Хотя, наверное, на канале народ офигеет От того, что какого черта я в колготках Просит меня их снять Но это уже будет потом По мере поступления проблемы, которая решится И, в общем-то, это не проблема колготки снять Это, правильно говоря Финальный образ Я, конечно, очень извиняюсь, но это уже какая-то не телеведущая Это уже буквально какая-то аидолка Ой, это что? Когда они переживаются живот лучше Но мне нравится Круто Осталось только волосы доделать Взяла плойку Блин, я плойкой миллион лет не пользовалась Я уже вообще не помню, как ей вообще все делать У меня их две Вот это вот для Вали маленьких кудря А это прям для больших Я реально ничего не помню Когда я собиралась Я действительно до самого конца Думала, что это какой-то рофл, мега-прикол Потому что, ну Телевидение Кей-поп Я Телевидение Кей-поп Я Как это вообще возможно? Уф Это, конечно, какая-то вообще голливудская история Я Готова Что за смешная реакция? Классный Мне нравится Но я не понимаю, смысл 027 Это тайный смысл Я не знаю Но мне не 27 лет, поэтому Было бы, наверное, актуально Но уже не актуально Интересно, что в детстве Моя самая любимая цифра была 27 Потому что я однажды выиграл в рулетку И но 27 И после этого мне эта цифра очень нравилась А моя любимая цифра 17 Но 27 Это как бы 17 плюс 10 Вот мои познания в счете И, собственно, вот момент Икс Я вызываю такси На всякий случай Еще раз пишу А у нас точно все время Точно типа выезжать Мне говорят Да-да-да, мы тебя ждем Приезжай Сажусь в такси И еду Пакет свешения Ну что ж Приехала Это там же, где У нас было шоу со Сашей Стоун Сейчас принесут кофе Будем собеседоваться Когда я приезжаю на канал Мы начинаем общаться С главными людьми оттуда Мне все рассказывают Мне объясняют Какая должна быть структура Что я должна делать Как я должна говорить Как я должна вести себя в кадре Для этого я должна Важный момент сказать Что у меня, естественно, не блог Телеведущий Он туда у меня был Я снимала на ютуб-канал Но это все-таки другое Там куча людей Стоит за кадром Оборудование Определенный свет Реально Тебе можно стоять Только на одной единственной точке Которая помечена На полу крестиком Или что-то в этом роде Ты просто стоишь Смотришь в одну точку Нельзя, чтобы гуляли глаза Нельзя особо Люто жестикулировать То есть мне прям Дали такой подробный инструктаж Было, ну, на самом деле Очень интересно все это послушать И я старалась справиться Раз, два, три Проверка звука Все ли хорошо слышно Вот так Всем хай С вами Лиса И теперь мы будем регулярно встречаться В эфире TNT Music Вроде как мы сняли Вроде я посмотрела Как получился вот этот вот выпуск На гринскрине Вроде смотрелось все неплохо Ну и поехала домой Ждать Какой мне дадут ответ Короче, закончили снимать Я не знаю реально, что будет дальше Все, я пришла домой Буду ждать ответа Посмотрим, что скажут Надеюсь, что все будет хорошо Потому что все прошло Правда, здорово Вместо там многочасовой съемки У нас на все про все Ушло где-то полчаса Потому что я очень быстро работаю Я считаю это вообще своей суперсильной стороной Ну как бы есть у меня Вот это вот Я могу просто спокойно И быстро все сделать Потому что сразу Концентрируюсь Все делаю И класс Но все в итоге зависит От высшего руководства Потому что все-таки Эту штуку будут крутить по телеку И это должен подтвердить Самый главный человек с TNT Вот если он все подтверждает То как бы будет Будете смотреть меня каждую неделю Если не подтверждает Ну что сказать Очень жаль Будем развиваться дальше Ой, у меня все время Сопляет на свою торчало Вы, наверное, ее не видели Потому что она торчит справа Назря Увести левую Тот 10 фактов Из-за аниме Надеюсь, что Мое не было видно Во время съемки видео на теле Потому что будет обидно Если на первый сюжет выйти с соплей Которая здесь прилипла Стой вообще Я еще, знаете, вспомнила Такой момент Который прям, ну, мне кажется Достаточно предшествовал Вот этому вот шоу На TNT Music Осенью Мы ездили же на концерт Everglow Ездила не я одна А я ездила с моей подписчицей Был конкурс Он проходил ВКонтакте И там был смысл в том Что ехало 4 блогера И у каждого блогера Был некий победитель Который на абсолютном рандоме Выбирался И он выиграл поездку На концерт группы Everglow Вместе со своим любимым блогером На концерт ехало 4 инфлюенсера Я была в числе них И самое смешное Что, когда мы уже встретились С подписчиками в Казахстане Их, естественно, ВКонтакте привез Нам все было максимально классно Все 4 девчонки От других инфлюенсеров Они были все мои подписчицы И они все были кавер-денсерами Это были абсолютно люди культуры И я просто сидела и угорала И в итоге так вышло Что я постоянно Большая часть времени Флексила Со всеми этими девчонками И мы реально классно проводили время Я понимаю, что конкретно От меня выиграла только одна дама Но по факту Мы тусили за всеми четырьмя И это было просто потрясающе Потому что реально Девчонки рассказывали Как они танцуют Про свой опыт А я на тот момент Тоже кавер-денсер У которого было целых 3 кавера уже вообще-то Спрашиваю у них Как они там что делают Как они танцуют Как они к этому пришли Как они тоже там справлялись С неким хейтом Который у них там возникал Ну потому что У всех возникает хейт Стоит тебе там Кто-нибудь станцевать Так все Сразу тебе предъявляют за And mix И в общем значит У нас там выходные Все организовано красиво Отель мега вип Элитный Просто невероятно И мы едем на концерт Иверглоб Короче, дорогие друзья Сейчас знаете, что происходит Я сейчас уже сижу в холе Как бы оцениваем мой аутфит И сейчас я жду девчонок Чтобы вместе с ними Поехать на концерт Если честно Я достаточно сильно волнуюсь А еще я как-то не уверена Что я слишком хорошо собралась И я считаю, что рубашка была глупой идеей Потому что она уже помялась Еще у меня нет лака для волос Я ною Но надеюсь, что на этом Монси закончится Потому что дальше концерт Эверглоу Я очень-очень его жду У нас випка То есть мы сидели Прямо знаете Вот на расстоянии Вытянутой руки Вот представьте Как вы вот сейчас сидите И смотрите на меня Вот примерно так Мы смотрели на девчу Лиза Эверглоу Я реально смотрела на них И я понимала Что ну вот нервничные Если я вот так вот Встану руку протяну Я до них докоснусь Это было очень странно Рядом сидят девчонки Победительницы Они тоже все это видят И мне больше знаете В этот момент радость Одолевала не потому что Я смотрю на девчу Лиза Эверглоу А потому что тут Блин, ребята Которые выиграли Это так здорово Вот эти глаза Эти эмоции Это было потрясающе Они попали во влог Мы офигенно провели время Но это не все Возможно у меня это будет В отдельном влоге про Корею Я там вам больше всего этого покажу Что происходит дальше Мы остановились в отеле Хилтон На следующий день после концерта У нас и победителей И блогеров Соответственно должно было быть мероприятие По поездке куда-то там В очень красивые Живописные горы Ну на экскурсию Время 6 утра Я спускаюсь вниз А я только-только прилетела из Кореи Потому что у меня был маршрут До этого была в Корея Потом прилетела в Казахстан Спускаюсь вниз Иду к шведскому столу Набираю себе еду И слышу корейскую речь И я абсолютно Ноль вообще какого-то внимания Придаю этому Потому что Ну я только что из Кореи Я уже прибывала Что вокруг все говорят на корейском Набираю еду Вот так вот оборачиваюсь И я понимаю Что рядом со мной набирает еду Мия С ассистентами Ну с менеджером Короче Я на завтраке И в моем отеле Девочки из группы И я такая просто смотрю на нее Я уже понимаю Что я тоже как бы человек Очень популярный И тут человек популярный Раз она встала в 6 утра А я встала в 6 утра У нее еще вчера был концерт Я трогать ее вообще не буду И молюсь Чтобы никто Никто просто не стал Подходить к ней И не дай бог ее не спалили Потому что мне был важен ее комфорт Стою у этой стойки Короче Набираю еду Все это обдумываю Потом иду к другой стойке С едой И она идет за мной Она просто идет за мной И я такая Блин Она идет за мной Мне еще более неловко становится Но я набираю еду И просто максимально коротко На английском Прям вообще не напрягаю Говорю Концерт вчера был просто супер Мне очень понравилось Все Все что я сказала Она такая Смотрит на меня Я тебя помню Но тоже на английском Кстати она очень хорошо говорила На английском Меня так сильно удивило Прям здорово Я тебя помню Типа Вчера спасибо что пришли Я офигела Ну она не просто сказала спасибо Она реально говорит Что я там вот тебя запомнила Вчера был такой классный концерт Короче я обо всем этом рассказывала В телеграме Я была в шоке А кто не верит что это все было Вот фотография Естественно я не стала напрягать человека Сделать со мной салфать Но что было дальше Значит Заканчиваем мой мини-мини-мини диалог сми Бегу за стол Там сидят девчонки-подписчицы И я моей дамочке такая говорю Томмия Бустер иди посмотри Ну типа ты в одном отеле Понимаешь Ты в одном отеле с кей-поп-звездой Веришь то что мы реально един И там оверглоу Нет А как в это вообще поверить можно Беги скорее посмотри хотя бы на нее Она такая Да нет Ты что гонишь Да я не гоню Просто иди Начинаю ее прям вот выталкивать из-за стола Так я слушаю твое мнение Когда ты подтвердилась Фу Как бы А что говорить Нет слов Которые могут описать мои эмоции Мне кажется это очень круто Но она пошла налила себе сок Офигела Потом у меня просто весь день Вот такое вот лицо было Человек был в максимальном шоке И я максимально с этого угорала И радовалась Это просто вау Ну я сама до сих пор что-то нахожусь Ну как вы уже поняли Обязательно подписывайтесь На мой ВК И на мой Телеграм Если вы не хотите пропускать подобные конкурсы Угу Вернемся к ТНТ Мьюзик Проходит несколько дней Мне приходит сообщение о том Что я должна переделать свой образ Потому что слишком кричащая А все остальное им понравилось И я такая Короче пришли первые ответы С этого замечательного мероприятия С канала И в общем завтра мы идем перезаписывать Вроде как проект утвердили Я не очень довольна Потому что сказали изначально Что хотят яркий макияж Яркий образ Поэтому я очень старалась Когда красилась И собирала тот лук А теперь сказали Что наоборот нужно максимально Нейчурал Быть милашкой Кабаяшкой Ну и в качестве референса Присылали мне мои же фотки И скорее Когда я Ну еще с длинными волосами Хотя я сейчас тоже с длинными волосами Поэтому сейчас я буду тестировать Макияж Который я буду пробовать сделать завтра И надеюсь Что все-все понравится И так мы останемся Конечно я бы очень хотела Чтобы мой образ все-таки Был более похож на меня Сегодняшний Но этот проект для меня В принципе играет Достаточно большую роль Поэтому на какое-то время Я готова буду смириться с тем Что нужно быть милашкой Но потом как бы Если все будет хорошо Я уверена Что все будет хорошо Я хотела бы конечно Несколько на своих условиях Выглядеть Потому что ну как бы Кайнд Да У меня свое понятие О стиле О моде И о том как Я должна выглядеть Так Ну сейчас собственно У меня никакого макияжа нету Я все стерла Оставить только ресницы И какой-то кусок Пароди на стрелку Я пробовала Проклеить глаза Вот этой вот штукой Хорошее средство Я использовала раньше Когда ну собственно У меня еще не было Вибрации на блефропластике Я хотела короче Кожу наклеить так Чтобы у меня глаза были Такие более Ову оленьи Ну папи айс Олени айс Олени Класс Ну вы мои любимые животные Все очень козел Кто ваш любимое животное В общем Но нифига не получилось Потому что из-за того Что вот эту вот Все нависшую кожу У меня убрали Нифига никуда не наклеилось Банально нечем клеить Стил есть Величивающие глаза линзы Все, я еще нахожусь В процессе милого макияжа Смотрю на себя в зеркало И меня это даже пугает Потому что настолько круто получилось Вроде как бы все естественно Даже вообще нет тени Только немножко красности добавила Но это вообще другое лицо Не, ну как бы да Она была топовым Виде-влогером номер один Как бы всем это понятно Я была мама Самая классная Человеку на видео 30 лет через дендерю Уже 30 Осталось повторить этот макияж завтра Пока типа ночь перед записью Я начала жаловаться подругам Так что вот вам типа кусок интервью Я заметила такую вещь Которую я считаю абсолютно отвратительной Это принижение людей Из-за возраста Из-за их интереса Вроде как вот все хотят популяризировать Свои любимые кипоп-группы Любимые аниме Там я не знаю Носить шортики При любом типе фигуре Но при этом постоянно Просто постоянно Сталкиваемся со следующей ситуацией Если ты условно старше 10 лет Тебе обязательно будут прилетать претензии Что вот Ты в свои 15 лет Увлекаешься чем-то не тем И причем это будет прилетать тебе с двух сторон И со взрослых людей И с более молодой аудиторией И тогда мы получается Находимся в такой дурацкой ситуации Что вроде как все просто хотят увлекаться тем Чем они увлекаются И не парятся о том Можно ли этим увлекаться в 15 лет Или это увлечение только лишь исключительно для пятилетних А с другой стороны люди сами поддерживают Этот я даже не знаю как его правильно назвать Киберболинг И потом мы сталкиваемся с тем Что условный кипоп считают интересом исключительно для малолетних Хотя как бы Может быть тогда в принципе не стоит касаться темы возраста Если нравится 30-летнему человеку слушать кипоп Не надо этому удивляться Не надо в социальных сетях писать Ого, тебе там 30, ты слушаешь кипоп Ого, тебе там 40, ты слушаешь кипоп Или ого, тебе там 15 лет А ты все еще слушаешь своих корейчиков Это вообще полный отстой Почему вообще кого-то волнует Что какой-то теоретический человек Увлекается тем же самым аниме Да увлекается, увлекается Какая разница сколько ему при этом лет А если это не убеждает То как бы задумайтесь о том Что за каждым аниме За каждым мангой За каждым кипоп-исполнителем Всегда стоит огромная команда людей И все эти люди Они достаточно взрослые И им явно не 5 и не 10 лет И без этих взрослых людей Которые действительно увлекаются тем Что они делают Потому что если ты не будешь увлекаться аниме Ты не сможешь нормально его экранизировать Если ты не будешь увлекаться мангой Ты не сможешь нормально Ну как редактор выпускать ее Ты не сможешь просто понять Что есть хорошая манга А что есть плохая Поэтому хватит вот этого вот бреда Что какое-то там увлечение Должно быть приокративой Только какого-то определенного возраста Это блин не так Любой человек может это делать И да, кстати, когда я была на концерте группы BTS Прямо передо мной сидели Ну женщины возраста 50 плюс Я не знаю, сколько было точно Но это прям были вот типичные корейские аджоси Такая история Жду вашей Диты в тик В АК клипах Проснулась я сегодня С очень плохими новостями Потому что, как видите Нет, меня никто ночью не побил Это аллергия Видимо, Эл первую ночь пришел Лежал где-то рядом со мной И у меня все лицо просто Вот в этой вот аллергической штуке друге Это, конечно, полный отстой Но что поделать Я не знаю реально, что с ним делать Потому что Если кот, например, полежит на кровати Потом там, не знаю, на моей подушке посидит Я на этой подушке полежу То я всегда с утра просыпаюсь В таком состоянии И, ну да, я выпила уже зертех Сейчас я буду заваривать себе кофе Надеюсь, что все это пройдет до того Как я начну краситься Ну, конечно, полный кринж Аллергия отчасти прошла Не до конца, конечно Но что-то все-таки есть Кот там шелодится с моими шторами Засранец Вот, надеюсь, когда я закончу макияж Я уже не буду выглядеть Как реально аллергизненный чел В принципе, все, что нужно Это просто повторить черешний макияж Ну, конечно, когда-то все лицо Оттекло вот в этих вот штуках Это... Кринж Вчера получилось как-то почище Все, что с бровями не то Пробую с бровью доделать Но в целом, даже если не доделаю И так норм Приезжаю на съемочную площадку Меня встречают Я иду в гример Мне встречает мастер по волосам Начинает мне вытягивать волосы Я спрошу, что будет делать с волосами Говорит, просто прямые сказали, что нужно Приходит стилист Куча одежды Начинает мне показывать А там все прям, вы знаете, максимально Ня-ня-ня-ня-ня Кавайи, розовая Вот это вот все Я смотрю на эту милую одежду Смотрю на себя Снова смотрю на эту милую одежду Она смотрит на меня Смотрю на стилиста Стилист на меня В общем, одели меня вот так Не могу сказать, что это плохо Это очень прикольно выглядит Я выгляжу действительно очень милой Но мне было несколько некомфорта Потому что это немножко немой образ Но я думаю, что я к этому привыкну Потому что, знаете, для меня самая главная задача во всем этом Не в том, чтобы я пришла в каких-то своих Альтушных шмотках панк А в том, чтобы, ну, это понравилось Большому количеству зрителей А они явно знают, что они делают Раз они работают на телевидении Поэтому полностью доверяюсь профессионалам Я буду отвечать только за себя Поэтому кадр выглядел вот так Кстати, оцените от одного до десяти образ, который мне сделали И как вам нравится больше Как вот я вот здесь выгляжу Или как я выгляжу Ну, например, сейчас Все, записали Сейчас буду переодеваться обратно Что, нравится? Прижим Снимаем второй выпуск Я уезжаю Ну, все, думаю Ничего не получится Ну, я не знаю Такое у меня ощущение было странное И улетаю Потому что это все происходило Накануне моего дня рождения И я день рождения Традиции всегда праздную Где-нибудь на море Улетаем вдвоем с завидом Флексима там Я стараюсь вообще об этом не думать Потому что от меня здесь уже вообще ничего не зависит Все, что я могла сделать И я реально сделала Мы занимаемся своими делами И тут просто За два дня до моего дня рождения Пишут с канала И говорят, что поздравляем Программа выйдет в эфир Я просто сижу Я вне себя от радости Вот реально Я просто Потому что что? Реально шоу выходит Я буду по телеку У меня бабушка сможет телевидение включить Посмотреть, как я там что-то рассказываю про кей-поп Это же, блин, вообще огонь До этого, на самом деле Перед тем, как я улетела Я подружкам всем рассказала То, что вот у меня будет шоу Я была хоть и не уверена Но не смогла сделать это от подружек Поэтому мне сказали Что наверняка у меня будет шоу И ребята порадовали за меня Но это, знаете, так на всякий случай Чтобы, если что, было о чем поныть Если бы вдруг все закрылось В общем, сейчас я первому человеку расскажу о том, что произошло И пока еще ничего не знаешь Мы пришли вот в такой вот ресторан У нас здесь полностью приватная комната Это китайский рейстик Посмотрите просто, сколько еды Это все нам принесли И здесь, на деле, нам принесли соус С соусами? Ты можешь накладывать все, что угодно Это твой личный стол Кроме тебя здесь вообще никого нету Сейчас будем делать так Мешаем жижу Мешаем Слушай, ты попадаешь во все мои азиатские влоги Силу все еще Азия Ого, прикольно Вот так вот Она была узел Даже паста, пожалуйста Она мешала, короче, себе жижа какой-то Ну и классно Буду есть фобо Короче, так вышло То сегодня ты будешь первым человеком, кто об этом узнал Не учитывая тех, кто непосредственно был связан с этим вопросом Короче, меня взяли ведущие на ТНТ У меня будет свое шоу Да ладно? Да, сегодня подтвердилось Это ты в этих съемках участвовала? Да, это были съемки Мы записывали несколько разных пилотов Искали разные подходы и варианты У меня будет свое кей-поп-шоу на ТНТ Да, она 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 хороша, Дэм Она в порядке Поэтому мы не просто прошли Все, реально тебе отвечаю Да Мы готовились к этому примерно месяц Куча раз была запись, перезапись Несколько раз было кринж Потому что, например, мне говорили Знаешь, сделай там свой яркий макияж Я приходила Мы все снимали, все классно А потом такие Нет, слишком ярко выглядят Давай, типа, макияж по-другому делай Я делала Им переделывали, переделывали В какой-то момент я уже подумала Что, наверное, вообще, ну, не выгорит Потому что, знаешь, слишком много каких-то сложностей Мне приходит сообщение, что все подтвердили Вот, дочь подписывай И я такая Ну, красотка Представляешь, сколько людей подгорит? Давид, я тебе не сказала одну вещь Какую? Меня взяли на телек Да ладно? Да Все, сто процентов? Угу Документы пришлют сегодня-завтра Меня взяли на телек У меня будет свое шоу Поздравляю, солнышко Когда начало? Вот сначала документы подпишем И потом решим, когда будет начало Эх, твоя мечта одна и сбылась День премьеры Короче, настал день Икс Сегодня в 11.10 по Москве У меня тут уже все День полноценный Выходит видос на ТНТ Мьюзик со мной Я не знаю, очень переживаю Вчера записывала в телегу о том, что У меня есть некоторые сомнения Тем, насколько хорошо там все получилось Насколько плохо Потому что я не видела материал Я, скорее всего, не смогу его посмотреть Только уже в записи Когда эфир в Москве пройдет Поэтому хозе Надеюсь, все будет здорово Немножко переживаю Но зато покажу вам вид Реально надеюсь, что всем все зайдет Я уже учила все песни, которые тут играли Потому что Будет звезда соцсетей Блогер и адепт кей-поп Культур лисов Девочки, я не знаю Это были Big News Это это Мьюзик И я, Влада То есть у меня день рождения был 17-го А первый выпуск на телек появился 18-го числа Мы включаем телевидение, дамы и господа Мы должны поддержать эту программу Потому что, ну, буквально От того, насколько эта программа зайдет Будет зависеть будущее кей-поп Как бы в нашей стране А это станет, понимаете, тем такая Как бы желаемая Поэтому надо поддерживать И поверьте мне, там действительно В дальнейшем будут все группы Никого никто не обойдет стороной Все релизы, все дебюты, все топы Ну, все будет на телеке Все будет транслироваться И, соответственно, чем больше будет актива Чем больше люди покажут свою заинтересованность Тем больше все будет развиваться И телевидение будет, и радио будет, и все на свете А потом вы в один момент зайдете в какой-нибудь магазин Не знаю, в торговый центр А там везде играет кей-поп Вот это, я считаю, будет очень круто И это то, что мы с вами все заслужили, вообще-то Короче, шоу выходит по субботам По московскому времени в 11.10 И дублируется вот в эти вот дни Обязательно смотрите ТНТ Мьюзи Всех вас, люблю, всех целую Пока-пока